В нашу рубрику «Вы писали» пришло очередное интересное письмо. Итак, давайте его прочитаем вместе. Случай этот произошел в 2017 году, когда я увидел кое-что пугающее в своем доме. Но давайте обо всем по порядку. В тот вечер я допоздна занимался подготовкой к сессии, и было уже часа два ночи примерно, когда я все-таки решил лечь спать. У меня есть пес породы Ротвейлер. Для справки, это крупный и хорошо выдрессированный пес, который ранее никогда ничего не боялся и всегда безукоризненно слушался моих команд. Он также довольно дружелюбный. Мой дом стоит в пригороде рядом с лесом, в котором водятся олени и даже медведи. Иногда дикие животные приходят к домам людей и к нашему дому тоже, и тогда пес просто стоит у двери и тихо рычит на нее. Тогда я выпускаю его на улицу, и он начинает кружить вокруг зверей, но не нападает, так как не чует угрозы от них. На часто приходящих оленей он даже уже никак не реагирует. Вернемся назад к тому вечеру. Я как раз закончил читать про анатомию коров. Я учусь на ветеринара и встал из-за стола. И тут я услышал, как сидящий у моих ног пес начал поскуливать и все сильнее и сильнее. Последний раз, когда он себя так вел, там была змея у нашего крыльца. А однажды он так скулил, когда приближался торнадо. Я решил его успокоить. Сказал ему, что все хорошо, погладил его. Но он вдруг после этого резко вскочил на ноги, оскалил свои зубы и начал громко рычать. Шерсть на его загривке встала дыбом. Он уставился на дверь моей спальни. Я сначала не мог понять, что происходит, но потом и сам увидел то, что так сильно напугало и встревожило мою собаку. Это существо было в высоту примерно фута 3, около 90 сантиметров, как маленький ребенок. На его лице сильно выделялся острый нос и крупные уши. Глаза были большими, и зрачки заполняли всю поверхность глаз. Смотреть в глаза было все равно, что смотреть черные дыры. Волосы на его голове свисали низко и были спутанными и грязными. Руки, ноги и ладони со ступнями казались искаженными и большие по размерам, чем надо. Было непонятно, во что оно одето, кажется в что-то похожее на рваная панча. Кожа лица и рук была серовато-зеленой, оливковой и тоже очень грязной. Губы были искажены и было похоже, словно оно ухмыляется. Я застыл как столб и просто стоял рядом с собакой и смотрел на это существо. А потом оно раскрыло свой рот, полный мелких острых зубов. Пес все это время продолжал громко и страшно рычать. Я ранее никогда ничего подобного не видел. Пес при этом не нападал и не приближался к этому существу ближе. Прошло, наверное, минут 10. И все это время я боролся с той частью ребенка, что сидела внутри меня. Эта часть отчаянно хотела заорать и спрятаться под одеяло. И тут в какой-то момент это существо куда-то пропало и я очнулся от ступора. В последующие минуты я, ухватив собаку за ошейник, обошел с ней весь свой дом, чтобы убедиться, что все окна и двери заперты. Однако оказалось, что входная дверь была широко распахнута настиж. Я закрылся на замок. В ту ночь я не мог замкнуть глаз, а в последующие ночи спал с чувством тревоги. Я заметил, что мой пес все чаще стал спать прямо на моей кровати, прижавшись к моему телу. Видимо, он таким образом хотел меня защитить. Так или иначе, это продолжалось несколько недель, а потом пес немного успокоился. Но он по-прежнему везде за мной ходил, в какую бы я комнату ни пошел. Но страх меня все еще не отпускал. Я всегда жил один в этом доме. И ко мне никогда не приходили мои знакомые. Поэтому я не знаю, кем могло бы быть это существо. Эта история мучила меня, и я искал в интернете истории людей, которые встречали подобных существ. Около двух месяцев спустя я наткнулся на похожий случай и написал его автору, но он почему-то не откликнулся. Я знаю, что это был не сон и не галлюцинация. Мои поиски привели меня к фольклорным историям про пакваджи. Пакваджи – это низкорослые человечки из индийских легенд. У них серая кожа и крупные уши. По виду они похожи на европейских гоблинов. Они хитры и не дружат с людьми. Спустя несколько месяцев в моем доме произошел пожар. Я не знаю, связано ли одно с другим. Но на пожаре я надышался горячим дымом и потом долго лечился в больнице из-за проблем с легкими. Пришлось сменить место жительства. Подобной встречи у меня больше не происходило. Если кто-то из вас стал свидетелем подобной встречи, поделитесь своим рассказом об этом. Все свои истории можете отправлять на электронный почтовый ящик канала в рубрику «Вы писали», а также личным сообщением в ВКонтакте или в Одноклассниках. Самые интересные ваши истории будут опубликованы в группе канала ВКонтакте или будет сделана их экранизация на канале в очередном выпуске. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok